Зарылык Иманкулов, член Ассоциации производителей изделий легкой промышленности. Во время бизнес-форума в Ташкенте он провел ряд переговоров со своими коллегами из Узбекистана. По его словам, в Узбекистане множество текстильных фабрик и Кыргызстан заинтересован в тесном сотрудничестве в этом направлении. Достигнута договоренность открытия подобного предприятия в Бишкеке, что положительно отразится на развитии экономического климата страны. Отметим, участники бизнес-форума обсудили актуальные вопросы взаимовыгодного сотрудничества во всех приоритетных отраслях экономики и подписали ряд инвестиционных и торговых контрактов на сумму более 120 миллионов долларов. Мы согласовали, что через две недели или три недели они приедут уже на месте, посмотрят, где можно построить эту текстильную фабрику, возможно ли это участок. СССР «Бишкек» предложил три участка, показать из них, какой построят их, и по инфраструктуре, и по законодательству тоже мы здесь будем обсуждать, как это устроить, как это возможно здесь построить, как это будет все работать. И думаю, это все нам даст, нашим предприятиям даст новый импульс для развития. Отношения Кыргызстана и Узбекистана активно развиваются последние несколько лет. Для нашей страны это дополнительные инвестиции и опыт в этой сфере, а для Узбекистана хорошая возможность выйти на рынок ЕС. В целях поддержки кыргызских и кыргызско-узбекских предприятий в Кыргызстане будет создан Кыргызско-узбекский фонд развития, уставной капитал которого изначально составит 50 миллионов долларов, а потом возрастет до 200 миллионов долларов. Узбекский бизнес заинтересован в создании совместных предприятий по выпуску товаров легкой промышленности для выхода в евразийский рынок. Кыргызская сторона заинтересована в создании также совместных предприятий на территории Кыргызской республики, чтобы оживить бизнес, оживить инвестиционный климат и тоже выход на евразийский рынок. Поэтому я думаю, что по обоюдному согласию, по обоюдному интересу, два бизнеса двух стран очень оживленно создали меморандумы, подписали документы и они намерены впредь работать вплотную. О создании Кыргызско-узбекского фонда развития переговоры шли более полугода. Каждый пункт в подписанном соглашении изучался специалистами досконально. В итоге соглашение было готово на 100% аккурат перед его подписанием. Дата начала работы данного фонда прежде всего зависит от того, как скоро парламент проведет процедуру ратификации этого договора. Соответственно, мы, исполнительный орган правительства, будем, возможно, короткие сроки подготовить и совместно с узбекской стороной отрабатывать и провести через парламент нашей страны. И я надеюсь, что фонд начнет работать уже в третьем квартале. Средства фонда будут направлены на кредитование инвестиционных проектов в ключевых отраслях промышленности и переработки. Также Кыргызстан и Узбекистан составили план практических мер по расширению и углублению сотрудничества между двумя странами в сфере промышленной кооперации, предусматривающей реализацию 60 проектов на сумму более 550 миллионов долларов. Субтитры создавал DimaTorzok